Похоже, что едет наш кормилиц Никита Колесник. Далёко, поэтому я показываю так. Поставил свой велосипед, правильно и сделал. А вот сейчас сегодня только начали работать и опять весь горизонт с запада и с юга полностью синева. Это означает идет дождь и уже все размочил буквально. И дождь идет, ничего не сделаешь. Божье дело, когда опять работу бульдозера нельзя. Ждать надо, когда подсохнет. Оно липнет все, грязь эта комками идет. От человека ничего не зависит. Управить собой. Ничего не управишь, только просишь Бога. А как Господу угодно. Так все и сделано будет. Вот-вот горячие. Сегодня я сходил на этот канал, который соединяет первый-второй мостик. Там он дальше, этот канал. Ну, 250 метров будет. Вполне. Посмотрел там. Там дополняется, где за пруду ставил Володя там с Никитой. Уже вода подплотную подбирает. И утки взлетают. Там камыши. Очень удобно им. Перед непогодой, как правило. Непогодой называется. Борщ. Грачей летает. А их тут у нас... Я не знаю, сколько-то много. Никто не считал. Где-то здесь Никита идет. Я его не вижу. Вот туда сходил, посмотрел. Потом пошел. Вон далеко березки растут. Туда проверить, как там. Думаю, съездить с Романом на машине, заснять. Стопроцентное доказательство любому, что был потоп. И потоп именно здесь воды стояли. Вот где мы стоим, сейчас тут акулы плавали, киты. Вот. Пожалуйста. Еще рановато. Никита Андреевич кормит нас. Корзинка этому шоферу. И эта вторая мне. О, какой. Да у тебя красный крест тут. Ты вообще. Здравствуйте, Тихонович. Ну, ставь пока. Я тебе дам сейчас аппарат. Наснимай, я кое-что расскажу. Ну, пускай еще пока идет. Я посмотрю, время позволяет. Там включено. Посмотри, все прибегут. Бегут. 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 Ну, вот. Я сейчас посмотрю, время какое. Что-то он, видимо, застынял, думает обедать. Ему придется отнести, дать корзинку. Просто корзинку дать и ничего больше. И все, да. И все, да? Да. Я ему отдам сейчас корзинку, а ты его поснимай пока. Я ему отнесу и потом назад пойду. Там, смотри, обложило как. Юг и запад. Синева. Темно. Я ходил туда, и там, где деревья. И там столько ложков их. Сто процентов. Любой поверит, чтобы он потоп. Любой. А я сейчас себя, как я отошел до такого состояния, палатку какую сделать. Подожди-ка я, чтобы ногами не наступать на эту, на глину. У меня ноги чистые, чтобы обуться. Вот он расковырял. Эй, хозяин! Ну-ка иди сюда. Вот. Рассилайте за Стархан и обедайте. А мы пошли там. Я хотел спросить, эти, на заправке, женщина что-то говорила вам? Про меня не спрашивала? Ничего я ничего не говорила. Ни слова. Я только у водителя спросил, я говорю, ну как добрались? Ну, ну ладно, говорит, должно быть все говорить. А я думал, она там стояла. Так, все. Мы отошли. Смотри, обложило как это. Синевой-то вокруг. Надо успешно, сколько можно. Понятно. Эти боку больше не надо толкать. А? Сырое больше не надо толкать. Видите, там права на лосадь. Ну да. Вчера немного натолкались, а... Ну и уехали потом. Он встал туда к заправке продевать. Ну и там пером начал проваливаться. Корзинку я поставил, вон стоит. Да-да, расстилайте эту плееночку. На высоте вам только пыли не будет и чисто. И комаров нету. Значит, все. Я теперь вот сделал вывод, насколько разве шатры делают от солнца спрятаться. Как? И от дождя. Дождь пошел, а у меня вот такая высота. Вот покажу сейчас, как лопата. Дождь меняется. Меня стоит с другой стороны. А кого? 2 метра. Меня молотит где. У меня все было запачканы. А здесь, вот я сейчас положу туда эту, сниму. Придешь увидишь. Вот сегодня я все переделал. Ну это, сушу. Лопата стоит и такого же вот забил. Да, забил как? Большие коли, вот такие вот. Топориком забиваю, без всякого лома. Вытаскиваю и туда любой можно поставить. Вот что надо сделать. Колышки все обрезал. И вот расстояние какое. И привязываю вплотную почти к земле. Это очень легко. Ну вот она, петелька где. Я ее растянул, палатку. Забил. Вот где была неправильно забита. Вот она дыра. Теперь я, ну, натянул ее. А там наобум делал. Вот теперь, допустим, натянул и посередке. Посмотри. По углам. Это 2х2. Эти палатки мне дал генерал-полковник Пьянков Борис. Генерал-полковник. Я в летном училище вел занятия. Высшее авиационное училище. Встречи, сказать так. И мы с ним познакомились. И он выслал палатки разные. Теперь дождь начинается. Я туда залажу. Вот всего-таки ничего. Это у меня палатка дополнительная. Она под меня будет ложиться. А у меня ничего не было. Вот я сейчас залажу туда. Гляди сюда. Загляни. Вот оно как там. Ты сейчас увидишь, как я залезу туда. Вот так. Подержи маленькой одной рукой. Отойди в сторонку. Вот. Теперь у меня дополнительные дали мне сегодня клеенку. Я вот так вот заложу по плоскости. Капоги надену. Палатка подо мною. Я уже ноги затянул. Вот. До самого долажу. А теперь у меня клеенка. Дополнительная новая клеенка. Я ее разворачиваю. Но заранее уже это можно сделать. И одеваюсь. Никакой дождь еще нет. И главное удобно. Вторая у меня клеенка для другого. Можно спокойно лежать. Даже поспать. А вчера он меня молотил. И сзади и спереди. Вода течет. А я вот эта вторая клеенка-то. Которая. Она дырявая. Я ее под себя. Сверху вот этой клеенкой дополнительно. Вот она клеенка. Тут ее легко разворачивается. Вот. Повернул ее только. И все. Дождь начинается. А я только разворот делаю сейчас. Так. Ноги сюда. Так. Так. Все. Все. Я сегодня мароковал. Мароковал. Главное сохранить вот эту сумочку. Тут у меня документы. Как это. Ну как работает все. 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 Сейчас я выйду и покажу еще одну. Когда мне надо от жары спасать. Вот тут еще вопрос. Так. Это не просто так. Это практика. А колышек посередке. Этот колышек совсем небольшой. Вот он. Смотри. А мне еще тут. Я вылез. Свободный. Это мне Володя вчера выписал. Отрезал и дам. Утром сегодня выдали. Выдай мне. Молоденькая. У него там. Кто покупал клеенки. Я не знаю. Игорь Глушков. Игорь Глушков. Да. Ну вот видишь как. Спасибо Христос. А теперь. Мне днем надо. Маленько хотел посидеть. Я хожу и хожу и хожу. Тут проволоку оттуда принес. Там пасет кто-то. На том берегу. Вон там он. Я пошел. Пешем. Пешком. Это. Сказать что. Первый мостик. Свободный. Можешь загонять сюда. Гнать вон туда к березам. Вон туда. Или гнать вот в этом направлении. Смотри. Только на второй мостик нету. И вон до тех березок. Я пошел туда. Сходил. И насчитал. Шестьсот шестьдесят. Примерно шагов. На сколько это метра будет. Я не знаю. Шестьсот шестьдесят шагов. Это. Много. Ну вон куда. На той стороне. Я подозвала там Катя. Что ли посла сегодня. Я говорю. Ты можешь теперь загонять. Сюда нельзя загонять. Тут видишь у нас какие дамбы. Там не пролезешь. Там еще выше было. Но заправка пришла сегодня. И он ее маленько разровнял. Старается. А вчера начало. Ну дождик то был. А там налипло. Настолько. Мы сегодня отковыривали. Отковыривали от ножа. А теперь смотри. Дальше. У меня с тобой лопата. Опа. Аккуратно. Вот теперь гляди. Что я делаю. Сейчас я загляну еще. Старая клеенка. Где она у него. А вот она. Это ничего. Что я тут толзу. Это не беда. Так. У меня у меня клеенка. Это. Ага. Вон она где. Вот это вот клеенка. И вот я себе сделал. От солнца. Конечно. Сапоги. Во время дождя я надену. С носками. Тут у меня топор. Посмотри. Ножовка лежит. Это я все уберу. А вот теперь посмотри. Что я придумал. Чтобы не ложиться. А полусидя. Как на диване. После обеда это можно. А он едет. Я его вижу. Я же наблюдатель. Вот как я сделал. Смотри. Вырезал здесь. Здесь. А это вот. Траншея. Это когда. Будда зира тут были поменьше. Они возили землю. Теперь я что делаю. Вот так вот. Чтобы не сырое было. Что-то у меня для головы. Что-то для сиденья. Ну ноги можно даже. Чтоб пауты не кусали. Это сшитый особый материал. Военный. Это мне директор РТИ. Хромов. Анатолий Петрович дал. Патриот я его зову. Никакой комар. Никакая тварь не прокусит. Вообще не прокусывает. А жара. Мне надо от жары спрятаться. Я что делаю. Спокойно. Спокойно. Сажусь. Раскинулся. Конечно. Это жарковато. Главное то, чтобы никто не кусал. Теперь. Заново. Теперь ложусь. Ну это не от дождя. От жары. И вот. Теперь. Чтобы не лечь. Вот я. Сижу на сиденье. И голову положил на эту. На подушку. Теперь. Маленько. Подвернул. Дышать. Легко. Надо вплотную. Нос. Чтобы не задевало. Все. Ни паута. Ни комара. Никого нету. Как. Видно меня? Нет? Да. Вот смотри. А теперь. Если паутов нету. Просто так. Вот. Голову загнул. За голову сказать. Одно лицо только. Ноги все закрыты. Я не лежу. Я сижу на сиденье. А голова опирается. Вот на это. Что положил. Вот. Да. Это я все сделал. Сегодня. Пол одиннадцатого. Уже. Это вот вчера сделал. А остальное. Показывал. Три конца. Туда ушел. Куда. Туда. До березок ушел. И на тот конец. Я уже к обеду упарился. Как шофер. Платочки перестирал. Починил рукавицы. Рубашку починил. С собой иголка. Нитка. До того интересно. А можно было бы ходить и скучать. Пошел. Ягод набрал. Ягоды попали хорошие. Я всегда набираю полную горсть. Бульдозерист. А он доволен. Я ему богородской травки сорвал. Улыбается. Вчера ему эту гвоздику. Я говорю. Это символ свободы Франции. У нас отношения очень хорошие. Мы сегодня ехали. Я говорю. А вы хотели бы сходить в русскую баню? Истопите мне баньки по белому. И от белого свету отвык. Угорю я и мне угорелому. Жар горячий развяжет язык. Высоцки надрываются. Поют. А хотите? Да не мешало бы мне. Я говорю. Я вам веник подарю. Я сам его связал. И сегодня, когда потопите, помоетесь. А потом потопку сделайте. Только больше воды сделайте. Он действительно лежал, да мог и маленько простыть. Это сегодня. Вот за один день. Какие события дня? Вот они, события. Пожалуйста. В городе я мог это такое иметь? Да никак. Все чужое. Куда ни глянь. А здесь я пришел. Лопата спрятанная. Ножовку, топор приволок. Давай пилить, рубить, заострять. Пошел туда. А я вижу. Он видит это. Ему ягод набрал. Он доволен. Пошел. Ягод больше нигде нет. Для него набрал, а сам не наелся. Вот тоже удивительно как. Это Господь видит как. Вначале думаю, дай поем, а ему соберу. Это первая была у меня мысль. А вторая мысль такая. Э нет, не пойдет так. А от кого ты знаешь, что будет? А я ел или нет, ему-то разницы нет. Вот видишь, мухи нападают на меня. Мухи нападают. Уже мне нельзя отдохнуть. А мне надо минут 15 забыть все. Все. В порядок. А тут для продуха хватит. Я полусидья, как на диване. Сегодня попробовал. Замечательно. Маленько жарковато, но это терпимо. А бывает, что и прохладно. Вот что, какие у меня новинки. Смотри, где не видать. А когда он идет, меня на трассе видать. Я примерно посчитываю сколько. Что требуется 13 минут, чтобы он вернулся. А мне 13 минут требуется, чтобы я отдохнул. И он идет, я его вижу. А он меня не видит. Ну, может быть и видит. Проблеск какой. Он там разровнял. Пойдем пообедать. Пойдем пообедать. Вот такое дело. Это вот интересно, что все это даром. Все это ни копейки не стоит. Нет. Боже милости, будь мне грешен. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи. Прости меня грешно. Помилуй, благослови всех приходящих на это место. И запрети творящим пакости нарушать покой наш. Сохрани то, что мы делаем для людей, для их блага, дабы сердца их радовались. Слава Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Ну, давай. Я согласен. Поехали. Вот так. Сейчас я посмотрю сестры, что наготовили. Компот, квас, помидоров наложили, хлебушка, ложка. Еще одна посудина и вторая. Посмотрим, что тут у них есть. Вон она где посуду. Что тут у них? Это что-то молочное. Так. Газетки сохранить. Видишь, как все разворачивается. И он тоже есть сидит. Очень доводный. Суп, да яйца тут еще. Вот смотри. А что-то квас не холодный. А что-то квас не холодный. И вот так вот. Дернул. А фуражка-то вырвался. И хоть я его спугнул, только он улетел. Самому стало смешно. Штаны засушил здесь, пошел стирать, удобно стирать. А что же не приносит мне этого? Горошку. Горош кончился, уже съели на завтрак. Да ты что. Да. Так она брать может, там новый поспевает. А, горох сам, ну да. Да, да. На огороде. Какое? Пять. Крыжовников. Или еще что-то смородников. Ну ладно. Все на этом. Заканчиваем, да? Да он. На славах. Под горячий развяжет язык. Хорошо сказано. Хорошо. Хорошо. Хорошо.